ну да привет привет проверка связи как слышно так звук есть все отлично сегодня у нас будет очередной интересный гость мой земляк такое сделали мы немножечко два дня экспресс такой по моей родине по землякам вчера был идея карпенко затем михаил главинский с которым проговорили практически три часа и сегодня будет василий никитин и о нем расскажу немножечко это мастер спорта по боксу судья международной категории а ибо тренер высшей категории сейчас уже отошел от тренерской деятельности этот человек помогал мне готовится крайним трем боям не только как тренер но и просто как вдруг это мой друг товарищ очень близкий мне человек и мне хотелось его историю рассказать я думаю кому-то она будет полезна интересно поэтому оставайтесь на и подключается ждем вас и сергеевич и надеюсь боксеры разбегутся как подключиться к прямому эфиру и поехали как у вас прошли выходные кто где отмечал как погода в россии с первой попытки попала обычно со спортсменами разговариваю мы все тренируемся вот я открыл себя прямой эфир только как карантин начался поэтому а ты видишь с первой попытки попал видать опыт интервью уже был нет опыта не было был опыт общения у нас с тобой не формальных обстановках не не прямой эфир а вот другие немножко помнишь когда ты сам бренда сидел об этом об этом истории умалчивает как говорится ну как там проходит я насколько знаю что у вас там лето в мае началось в сибири в апреле в апреле до сих пор тепло сохраняется дожди есть нет как погода вообще говорят что скоро будут дожди пока погода сохраняется отлично а лето как и обещают нету нету прогнозов говорят что будет лето супер лето это маленькая жизнь она всегда прикольная даже если будет дожди если мой друг еще посидит наш город междуреченство лето вообще удастся но если откроют россии но я думаю что в июне я должен добраться к россии надеюсь так ну что вообще как дела проходит как карантин вас закрыли открыли 3 не тренировки начались у вас сборная ваша по боксу тренируется нет но вообще у нас конечно введен в кузбассе режим самоизоляции у нас как бы более-менее слава богу обстановка междуречески такая более-менее спокойно то есть мы жили в каком-то режиме до крайней недели того что у нас не было ни одних заболевших сейчас к сожалению появились на сегодняшний день это уже девять человек но прожили вот примерно месяц в таком режиме что все закрыто а сейчас открыли ну не открыли не залы стадионы дамбы то есть все разрешили то есть мы сегодня провели такую тренировку нормальные борцы и боксеры потренировались тренировки то есть запустились но залы фитнес-центры они еще не открываются то есть а на лето вообще какие обещания то есть прогнозы будут ли детские лагеря знаменитые военно-патриотические лагеря ратник спортивный даже спортивно-патриотический военно-патриотический он самый большой палаточный лагерь в россии считается будет в начале июня там 12 июня мы обычно заезжаем и пять сезонов прогоняем до конца лета в этом сезоне то есть первый заезд будет по-моему их на месяц отложили по-моему 1 июля не знаю насколько как бы пока такая ситуация должны заехать но не знаю как вообще эта ситуация вот ты как ощущаешь повлияет ли на спорту олимпиаду сдвинули вот у многих даться цикл если кто-то готовит сюда целый год сдвигается сейчас повлияет ли это на результаты даже тех олимпийцев в этом году допустим были фаворитами могли выиграть может ли измениться так что за год они там постареют или потеряют форму повлияет ли вот эта ситуация с карантин вообще на результаты отношусь это естественный отбор кому-то повлияет в худшую сторону кому-то повлияет в лучшую сторону тут сложно судить ну а вот по детям опять же вот как обстоят дела вот сандре отобрались юниор да старший юноша там допустим 16 17 лет ему буквально из этого месяца там двух не хватит то есть и и на подготовку или на оборот ну все же сдвигается все соревнования у нас также сдвинулись но их они пока не сдвинулись их просто нету еще неизвестно либо мы будем нагонять либо их просто отменить то есть пока график он у вас в принципе не сбился и главных стартов не было на это время главные старты они должны были быть в начале в конце весны то есть у нас прошли получается отборы областные федеральные а первенство россии как раз только вот в это время начинается маяю для меня я считаю что это естественно отбор кому-то есть такой момент скажи идут ли сейчас вообще дети в зал вот как обстоят с любительским спортом ты сейчас директор школы олимпийского резерва как правильно звучит школа олимпийского резерва как идут ли дети заниматься боксом если взять там ситуацию пять лет назад когда ты тренером сам был и сейчас столько же занимаешься или меньше ну такое как бы есть ощущение что вроде как бы дети идут меньше может быть им что-то не то чтобы не нравится то чтобы они хотят но у них больше есть выбора другого то есть есть чем себя занять у них намного больше допустим наше время с да то есть прогулки был бок там тайский бокс там футбол там еще мало было способов для развлечения так сказать сейчас у детей намного больше всяких есть выборов но мне кажется все таки у нас в городе у нас еще есть огромная реклама реклама в виде бокса и борьбы то есть у нас есть большие результаты в школе то есть все равно нет мальчишки как бы все равно из провинциального города из маленького города они все равно идут все равно записывают все равно хотят все равно смотрят на по телевизору то есть есть все таки спрос это два основных ну как вернее выделю те самые такие популярные виды спорта в междуреченске это вот борьба бокса назвал на данный момент мы полностью завоевали борьба бокс то есть изначально это был бокс школа была создана именно под нас когда мы сюда переехали из города прокопьевска и и сейчас с приездом у нас сюда приехал междуреченск заслуженный тренер россии это сергей константинович бродюковский и он очень поднял уровень борьбы то есть у нас победители россии уже не один и два по несколько человек на одном первенстве нас в том году первый в истории кузбасса чемпион европы 1922 это молодежь взрослая то есть у нас финалистка чемпионата мира есть у нас юниорские девушки ездили одна выиграла на второй на европе стала то есть у нас очень большой уровень борьбы сейчас подняли такой степени что даже как бы и бог смоленько затмит но вот я и хочу спросить не перебили ли результаты борьбы боксерские сейчас у вас и тоже девушки по боксу хорошо выступают вот сейчас если оцениваете у кого лучше результаты очень были близки к этому то есть у них есть эта цель они как бы амбициозно говорят что мы боксеров победим ну и действительно то есть результат у них пошли до такой степени но в том году в девятнадцатом году у нас вот наша знаменитая звездочка наша катя дынник она стала тоже первой в истории победительница европы по боксу финале призерка чемпионата мира и она сейчас должна была участвовать на отобраться на олимпиаду в токио но к сожалению с этой обстановкой так получилось что не отобралась бы немножечко катя планку еще выше подняла но это играет на руку или сюжет наоборот как бы раздражает где-то либо такая здоровая конкуренция когда есть здоровая конкуренция это нормально она порождает результаты на самом деле когда есть какая-то зависть она неоправданная то есть это ноги тоже твои проблемы грубо говоря тут и у нас во первых у нас одна школа мы все работаем на благо нашей школы зачастую смотри такая ситуация возникает что без даже не у спортсменов да и например понятно ты как директор тебе хорошо и что боксеры результаты и как спортсмены ой как борцы результаты показывают но ревности среди тренеров нету я понял понял ну она какая-то ревность всегда между видами спорта есть неопределенная но лично мое мнение бокс и борьба на себя шагали в ногу вместе всегда все дружили отвечу знаешь как если кто-то ставит наши виды спорта в сравнении возьми тот же самый тайский бокс я считаю что это не от большого ума это все это виды спорта каждый вид спорта по-своему великолепен каждый свой вид спорта влюблен и допустим на данный момент на данный момент и я выходить из бокса я очень сильно люблю и дорожу видом спорта я ничем не меньше люблю вольной борьбы ничем не меньше люблю китбоксин тайский бокс благодаря тебе вот смотри при ней ситуация тренера родителей сейчас вот такая острая стоит вот раньше мы в одно время занимались ты помнишь там были на такие банки кедом по заднице такая система наказания было от тренеров у меня был период когда мне не было ни одного дня без банки то есть мне кажется узор подошву кеда у меня вообще не проходил на булках вот сейчас как бы это запрещено воспрещено и карается закон регулировать и воспитывает тех же самых детей очень сложно и зачастую родители сами приводят своих очень разбавленных чат в надежде что тренер как-то воспитает его но опять же рычагов воспитания никаких ему не дают там даже голоса зачастую повышать нельзя иначе приходят с претензиями вы почему кричите на моего ребенка вот если такая проблема если есть как с ней боретесь я скажу тут все зависит от адекватности тренер то есть есть тренер который здравомыслящий очень интеллектуальный правильно знает когда психолог он знает когда надо надо давить ребенка когда похвалить иногда надо и кедом врезать я думаю что тут родители должны воспринимать адекватно к этому ко всему относиться а есть тренеры к сожалению которые кроме банки ничего у них в голове больше нет то есть она вот ударил помощью какого-то своего мнимого авторитета из или какой-то там своей силы над 10-летним ребенком который торжествует но это не здорово я знаю таких примеров миллион и я сам через это все прошел ты правильно сказал что мы выручены на банках были периоды но я сейчас не вспомню чтобы никто чтобы мне хоть раз жизни тренер поставил банку наши старшие ребята мне ставили миллион раз в банке наш тренер он воздействовал через старших ребят то есть если вы не хотите чтобы там у вас там дискотеку в елочке отменили или там сон час вместо сон часа кросс бегали занимайтесь молодежью воспитывайтесь и воспитывать их их сами ну грубо говоря как говорится чужими руками это сделано через коллектив нас воспитывали но здесь же такие рычаги давления тоже не всегда могут правильно вот старшее поколение пусть тебе 10 лет как раз когда-то был белочки так примерно и было и 14-летние это еще те воспитатели они бывают пожестче чем реальные тренера и наказание скажем так могут быть более эффектно мое любимое естественный отбор ты через это прошел я через это прошел и я не думаю что если там какой-то старший там теперь грубо говоря там сланцем по жопе даст раз там за то что ты виноват потому что если ты не виноват он тебе не даст если он тебя запрос так то ему более старший дадут здесь очень тонкая ситуация на мой взгляд потому что тоже вот и вот именно здесь ты получил да но что по 14 лет если зачастую тренер не может объяснить почему я не прав 14-летний старший товарищ объяснить что ты не прав потому-то 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 вот тебе банка это еще сложнее ситуация поэтому мне кажется ребенок может воспринять что старший товарищ просто используя свой авторитет возраст и тут тут все на тонкого и 14-летний нам не проставлять но ситуация складывалась что приходили предъявляли вам какие-то претензии родителям сейчас это да сейчас это имеет место быть в нашей молодости не помню ни разу нет это как раз наверное вот проблема десятых годов 2010 вот этот крайнего десятилетия скажем так оно вот с чем связано какие основные претензии ну родители зачастую говорят это мой ребенок он личность почему ну часто мелькает вот это вот выражение он личность он личность да могу почему так себя видите ну то есть ну это такой вопрос на тонкого сложный долго можно об этом разговаривать у нас ну есть общие знакомые и в принципе не только он и я знаю что и к тренерам приходят также защищают своих детей и потом в случае чего начинают более агрессивно даже вести себя и если тренер может чуть отпор дать то потом идут пишут заявление с чем столкнулся вот мой мой товарищ хотя ситуация там яйца выйденного не стоило но потом это практически как бы до запрета выезда за границу у него были проблемы ты считаешь что дети родители должны присутствовать на тренировках у детей или вот они зашли отдали полностью положились на тренер отдали своего своего свое чадо и закрыли дверь и ждут в машине за пределами спорткомплекса спортзала ну тут я знаешь как скажу сложно говорить что должны родители что не должны тут все по-разному бывает у нас есть такие воспитанники которые становились мастерами спорта причем мастерами спорта очень достойными и мы ни разу не встречались с их родителями то есть бывали такие моменты мы едем на сбор на месяц на первенство россии допустим в анапу едем на месяц то есть родители ни разу не придет не посмотреть с кем он его отправляет куда отправляет зачем ребенок пришел на вокзал сели поехали через месяц приехали я его до вокзала довез домой отправил вот это я тоже считаю что это неправильно все равно родители должны интересоваться мало ли как кто тренер есть всякие тренеры проблемные то есть не буду затрагивать если больные люди там и всякие разные которые поэтому я считаю что в любом случае если ты занимаешься ребенком то должен интересоваться кому ты его отдаешь зачем здесь больше вопрос смотри я имею ввиду что когда тренировочный процесс он знаешь и есть такое и я наблюдал много раз тренировочный процесс и на пороге вот несколько там человек пять родителей стоят и вот работа в парах там даже какой-то легкий спарринг ну и два ребенка боксирует им там по 12 лет образно естественно отец если люди более как бы уравновешены это неплохо нехорошо но кто-то переживает о своем ребенке начинает там поддерживать там уклоняйся бей отвечай но это соответственно морально дестабилизирует другого ребенка такого же молодого которого нет отца там вот не считаешь ли ты что они в тренировочном процессе не должны присутствовать пусть ждут в комнате ожидания интересоваться это понятно я я это вообще не приемлю вот именно бывают некоторые родители которые я помню один раз мира привел один парень своего ребенка и он говорит мы там три года отходили на борьбу а сейчас я хочу чтобы он на боксе поставить ударчик ударчик чтобы он там рубился поле я говорю вы хотите чтобы он спортом занимался или чтобы он был универсальный боец на улице всех я хочу чтобы у нас всех в школе прорубал ну извините тогда это не ко мне то есть ну прошло какое-то время подрослел вроде бы более адекватно ко мне пришел но все равно идет тренировка то есть я даю задание какое-то у нас там ребятишек человек 20 и он лезет там там давай бей там ну начинает нагонять ажиотаж то есть ну я говорю извини либо ты не приходи сюда либо сам тренируй то есть как бы когда это адекватные какие-то подсказки есть родители которые более-менее вот я сейчас племянника приводил на тренировку по футболу ну и по моему мнению что я не должен там присутствовать мне так все двери закрыли я спрятался а потом просто думаю одним глазком интересно посмотреть чем он занимается я тренировочный процесс ни в коем случае лезть не хочу а он сел на лодочку и загрустил и говорит я хочу чтобы дядя вася посмотрел как я гол забью то есть ему это в этом возрасте было необходимо то есть я зашел он гол забил у него счастье радость радостный то есть все я ушел туда больше не это на каком-то этапе возрастном на бокс мы отдаем все таки ну мы берем на бокс только с десяти лет не раньше но если это маленький ребенок то да родители в какой-то мере должен присутствовать обязательно мы берем на бокс десяти ну сколько там поприсутствовал где-то там посмотрел но это уже более-менее взрослый то есть как бы свое мнение если даже если хочешь какое-то выразить здесь вот да по племяннику кто тимок у тебя ходил на ну вот никита ну смотри если он начнется на соревнования вот он ты говоришь загрустил на соревнования поедет на соревнования и дядя вася там не будет ну там мама с папой тоже рядом не будет он будет один это может повлиять на результативность то есть он может привыкнуть к этому здесь вот и я не говорю что я прав или не говорю что ты не прав мы рассуждаем не кажется ли тебе что как раз вот этот момент борьбы с собой да он погрустит но есть авторитет тренера как раз который если он занимается детьми я думаю что не первая ситуация которая такая так сложил он как раз детский тренер на той детский что он понимает как детьми работа вот меняю хоть мне кажется я не за какие коврижки не буду детьми работать но не смогу я очень люблю детей но как на них влиять это просто неуправляемый народ со своими бы справиться это все разные возрастные этапы сейчас моему племяннику четыре года без родителей без дяди васи там никак уж извини на три года другое спорта это от 10 лет 10-12 лет как бы я думаю что и ты я сами бы маму с папой не пускали бы не приближали бы к нашему тренировку процессу потому что идет какая-то там ну ты чё на меня же пацаны смотрят ну согласен почему тогда футбол он тоже не менее травмоопасный на футбол можно заниматься с четырех лет а боксом с десяти хотя эти хотя сейчас в москве в любых регионах есть секции шести лет я думаю что можно четырех лет ребенка среди может хоть с двух лет отдавать на бокс проблемы какие но бокс это взрослый вид спорта и до десяти лет ты кроме координации ловкости никакие качества ты не разовьешь единоборство развивает там смелость общую физическую не общую физическую а там выносливость скорость и до десяти лет эти качества сто процентов никак не разовьешь вот только координация ловкость и какое-то прививание трудолюбия любви к виду спорта то есть любви к тренеру то есть ты к этому всему подготавливаешь я считаю что футбол это самый лучший в мире спорта для подготовки дальнейшего спортсмена в плане координации ловкости которые они говорили к нам приходится футбола на бокс вот просто я все показываю все дело то есть они вот как ты опишешь стали бы более какая привуалирует у них основная черта то есть они чувствуют пространство более ловки вот после футбола благодаря футболу вообще феноменально и для меня непонятно когда приходят с хоккея они чопорные они зажатые они у них то есть настолько менее пластичные до менее пластичные настолько хоккей такой вид спорта я не знаю как там на коньках так они такие эти вытворяют вообще феноменальные там есть различные движения на ногах и вот они вот бокс приходят не так получается как футболист здесь но это интересно тогда баскетболисты баскетболисты были баскетбол я просто на футбол ты сделал акцент баскетбол это мое мнение что это самый боксерский спорт хорошо смотри ну если с 10 лет и говоришь что дети должны заниматься с 10 лет но тебе не кажется что вот сейчас вот это такой как не политический такой стратегический ход для мало для других видов спорта чтобы украсть украсть у футбола они сейчас влюбят детей там с 6 лет футбол я не знаю там но еще во что я просто рассуждаю интерес твое мнение и потом на боксом уже после там футбола там еще не захочется потому что у них уже есть выбранными вид спорта еще раз повторю свое любимое выражение естественно отбор не всем дано бокс те кто пришли на футбол и это их они дальше развивает они дальше к этому стремятся пожалуйста это просто супер другие начинают как бы ну до 10 лет пришли там что-то не понравилось начинает себя искать других видов спорта и тут все дороги открыты есть масса примеров которые приходят боксеры возьми там мусика или там еще что-то мусик там в 15 лет пришел после футбола на бокс пример сейчас абсолютно чемпионом мира является и таких пример масса и то что я собственными глазами когда ко мне ребенок приходит я строя допустим строй там 15-20 дней показываю какую-то там стойку и начинаем разучивать я вижу сразу кого получается у кого не получается у кого получается я покажу и все время занимался и как правило все говорят да я занимался футбол получается вот давай хорошо на акцентировали на футболе скажи вот борьба бокса на один уровень их поставим а то юрий так мог обидится следующий какой вид спорта у вас межреченске но традиционно что это межреченск у нас это горы это зимние виды спорта ну футбол у вас один из лучших стадионов ну по мне в кузбассе вот как ты считаешь футбол у вас развивается ходит ли много ли занимается ребятишек футболом у нас вообще межреченске все площадки очень довольно таки развиты сейчас надеемся что и будем развивать биатлонную базу если будет все хорошо если азиатские игры в двадцать третьем году нас одобрит межреченске провести и у нас много таких баз интересных и у нас это роллерная трасса лыжники сейчас ездили на россию по моему тоже там неплохо довольны выступили но футбол такой вид спорта он все-таки это не единоборство то есть команда спорта то есть даже если какая-то команда есть ребята играют все равно какой-то звездочка появляется одна сложно говорить я про а вот ты сказал что боксом можно принимаете заниматься с 10 лет борьбой со скольки лет можно заниматься 6 6 в чем разница официально они с 8 лет берут ну они немножко пораньше немножко специфика борьбы то что они там уже в официальных соревнованиях 10 в один 12 лет прям он борется очень сильно у нас допустим в боксе официальные соревнования то что мы с 10 берем официальные соревнования приводятся с 12 лет то есть ну тут без разницы никак не получится у них уже там такая довольно таки но ты как раз когда говорил что там ловкость еще какое-то качество назвал ты не назвал физическую силу не кажется что как раз вот борьба от из 6 там до 10 лет она очень сильно развивает в ребенке физические физическую силу лет наверно ну с 14 начинать можно как бы и заниматься до 10 лет ты занимаешься максимум только со своим весом ну да но я про это и говорю что они ну это пресса они подтягивания общая физическая позовка это не физическая сила смотри я приведу просто даже в 10 лет если мы возьмем футболиста который занимает 4 года 6 лет и борца 6 лет они не борются понятно там никто не тягает гири и штанги но физи визуально они будет разная фигура и пловца вот допустим у меня племя там матвей да у них тоже сразу трапеции у них плечи не знаю на чем растут борцы они сбиты то есть ну папа и на них борется допустим даже тут там тянуть эту руку чужую там куда-то поднимать своего соперника это в любом случае повлияет на физическую силу ребенка это разная мышечная работа разного то есть допустим вот я допустим будучи боксером да приходил на тренировки по борьбе я был физически развит то есть тренировки по борьбе проходили это другая группа мышц работа другая нагрузка то есть я просто там через минуту мог устать да и борцы приходили к нам проводили наши тренировки они туда наши тренировки не возили так же любого боксера любого пловца загони сейчас бассейн ну я не знаю сколько он проплывет я вот люблю плавать но я проплываю там допустим метров 800 за час и сил нету больше пловцы они там могут по 10 километров тренировки скажи вот если твой ребенок какие бы до 10 лет ну вообще вот ребенком ты бы записал на какие виды спорта ну если это сын да ну да да вы начали сын потом дольше если сын это все в первую очередь отталкиваться от специалистов то есть кто в нашем городе хороший просто хороший педагог да первую очередь отталкиваться а если в идеале не брать специалиста то мне бы хотелось это чтобы был в первую очередь футбол если наличие бассейна это плавание ну вот это в приоритете я бы хотел бы еще хотя я сам занимался спортивно-бальными танцами это для меня было одна из самых тяжелых это очень хотел но и я думаю да я никогда в жизни чтобы мой сын занимался я был верен сейчас будучи уже глядя другими глазами я думаю что танцы я бы тоже включил не знаю ватеменные или бальные но я бы хотел а если девочки когда всегда говорят родители что я бы хотел я всегда им отвечаю это ты твой ребенок хотел я думаю что надо всегда смотреть на то что ребенок сам себя представляет какие у него интересы надо адекватно оценивать что ему на то у него получает и вот это развивать эти какие то что твои амбиции не выполнив жизнь реализовать но здесь же тоже то тонко ты зачастую смотри вот есть у ребенка дома образно говоря планшет игрушки какие-то он них играет ты к нему приходишь пошли на тренировку он первый раз можно сказать да пошли для разнообразия потом он поймут что в принципе там его что-то там могут заставить делать там какая-то дисциплина еще новая появилась а дома игрушки он уже следующий раз скажи не я дома в игрушке или там даже дома посижу порисую но на спорте не хочу вот какой-то момент ты считаешь его нужно подтолкнуть однозначно дети манипуляторы если допустим под пропал Василий Сергеевич ага есть попали мы ага говори говори слышно да да эти манипуляторы и вспоминая нашу боксерскую жизнь я все время думаю нормально адекватный ребенок захочет туда пойти сам то есть во всем этом вот в моей лично спортивной карьере большую роль сыграл мой отец то есть где-то он меня уговорил где-то он меня там обманывал по-доброму где-то заставлял это разные периоды и конечно если когда ребенок сидит за планшетом и ему отец говорит что я говорю доставил на тревку идти он говорит что он у меня личность он хочет сидеть в планшете то я тут не соглашусь с родителем то есть родитель тоже должен видеть должен понимать ты еще и закончил должен видеть понимать но все же где-то надо настоять и подтолкнуть и привезти в зал да я считаю что на каком-то этапе не знаю ну грубо говоря до десяти лет лучший тренер это отец я других не ты должен его дома заставить ну не заставить а как бы приучить пока собственный пример отжимания подтягивания взять где-то на зарядку с ним пробежать на рыбалку в озере там чтобы он был всесторонне развит чтобы он пришел на какой-то вид спорта допустим если мы берем в частности бокс чтобы он уже был к этому готов а не так что когда до десяти лет он просто сидит в планшете потом его приводят и говорят вот я хотел чтобы он стал чемпионом начинаешь ему что-то показывать он не понимает где левый где правый ну подожди он может посидеть в планшете и выиграть в скором времени виртуальный чемпионат России по боксу каждому свое я же ничего я не против у вас виртуальные соревнования не прогнозируются? пока нет у нас ну я думаю может ты видел первый чемпионат России ну там чуть другая специфика ну бой с тени но с одной стороны вот как ты рассматриваешь я не знаю как к боксу пока это привязать но вот у нас сейчас старты отменили да на лето наверное тоже летом стартов не будет ну делается там три дисциплины одно я не помню но знаешь что бой с тенью и вайкру вайкру это ну знаешь это танцы такие перед боем это более традиционно я очень сильно любил наблюдать когда ты их танцует и почему любил я их танцую до сих пор ну как бы в смысле про Давид давно не выступал ну да это другой вопрос я планирую еще потанцевать и и будет одна из таких составляющих это бой с тени ну вот в принципе вот как ты считаешь можно ли такой чемпионат сделать я в принципе считаю кому что интересно тем и занимайтесь не обязательно не все должны заниматься тайским боксом или боксом если допустим люди которые ну детишки которым здоровье не позволяет а они хотят себя вязать в каком-то виде спорта допустим в том же самом боксе если есть возможность у них на пальцах там стать чемпионом мира по боксу допустим пусть он будет виртуальный но это все равно какая-то мечта она реализовалась ну сейчас я тебе скажу что геймеры и интернет-спорт киберспорт куда более высокооплачиваемый спорт нежели любой из перечисленных тобой может футбол еще суперзвезд не перегнал но я думаю это дело времени когда мы маленькие дети идем на какой-то вид спорта никто не думает о финансовой составляющей ну я тебе скажу здесь дети вообще мало как бы о чем думают на будущее здесь думают зачастую родители а родители очень часто приводят да в бокс не так часто приводят за большими деньгами но вот эти орды родителей которые видят в своем чаде овечкина будущего или малкина который будет миллионы переносить таких очень много я знаю среди моих знакомых и они ездят они свою даже жизнь и карьеру уложат ради того чтобы их сын заиграл очень много знаю и к сожалению у них ничего не получается потому что они зачастую хотят больше чем родители хотят больше чем сами дети а в бокс идут ребятишки в основном из малообеспеченных неблагополученных семей то есть их туда не родители приводят либо жизнь либо ситуация либо там желание научиться и а здесь когда ты сам выбор делаешь больше шансов реализовать возьми если по большому счету согласись назови меня чемпионов которые родились богатых семьях плохое как правило ну их мало не они есть я говорю что это не бывает я с тобой полностью согласен я просто знаю к этому вопросу я готов и я тебя назову но это как бы исключение из правила ты как знаешь а так да абсолютно ты прав я с тобой был в таких залах в которых мне даже тренироваться страшно они такие красивые мне там хотелось просто сфотографироваться а в тех залах где на ясные победители Европы или в Маяковском чемпионы легенды становились там нету ничего там вот просто голый энтузиазм и желание детей ну и я про это и говорю что вообще бокс единоборство контактное это спорт ну как бы грубо это будет звучать но это спорт для нищего нищих ну тех людей не для богатых скажем так нищие это грубо я называю это по-другому для голодных для да можно сказать для голодных ну я сразу как бы сказал что это грубо это как с Тайсоном было когда вот недавно совсем его сын подошел сказал папа я хочу быть профессиональным боксером он сказал ты с ума сошел тебя сожрут и убьют в ринге ты в частную школу ходишь ездишь на машине с 16 лет да-да-да-да так и есть Вась у тебя что с интернетом там посмотри это может тебе в другую точку пересесть или у тебя не знаю у меня все отлично тебя вижу и хорошо и слышу ну я слышу ну я слышу но ты как сказать иногда заикаешься ну ладно расскажи о себе вот ты как пришел в бокс вот ты довольно таки рано закончил почему ну как бы соответственно карьера у тебя была вот расскажи как ты пришел в бокс что тебя привел вот как бы это может грубо звучало про что я говорю что бокс такой вид спорта раньше 10 лет как минимум не надо иногда где-то может быть и надо и попозже раньше сядешь раньше выйдешь есть такая поговорка поэтому довольно таки тяжелатая ну мне с детства это привалили я родился в семье где у меня отец тренер то есть у меня не было выбора хотя по большому счету так вот я сейчас анализирую свою жизнь я коллег был отличником круглым то есть я в художественную школу ходил нарисовал хорошо выиграл соревнования по спортивно-бальным танцам то есть бокса там вообще никак не было но самая большая мечта моего отца чтобы его сын стал мастером спорта и он это всячески воплощал он у меня психолог довольно таки неплохой и он мне это все время прививал и я не мог его не мог в этом деле подвести поэтому так получилось что с детства потихонечку потихонечку там еще коляска стояла в зале бокса потом я маленько начал заниматься свой первый бой я провел мне было 20 октября 1996 года мне 9 лет только-только исполнилось я первый бой свой провел и вот так вот постепенно постепенно начал посещать вот эти азы и вот потом потом прикипел не могу сказать что мне это не нравилось мне потом это очень зацепило это потом стала вся моя жизнь то есть это начались поездки это начались детские лагеря то есть допустим елочка это самое одно из самых огромных впечатлений моей жизни с детства это сборы с ребятами у меня остались друзья все мое окружение потом захватило бокс с тех пор как бы вот оно так продолжалось по середине продолжается скажи где были ну а такие моменты я уверен что были когда хотелось завязать и бросить до того как цель была там реализована мастера спорта да после первого удара в нос не захотел подожди 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 еще раз скажи потому что звук лагал да после после первого удара в нос не захотел сбросить Вась попробуй посмотри вот ты вообще пропадаешь сейчас Василий Сергеевич ну что там междуреченский интернет что там междуреченский интернет вот здесь получше ну скажи пару слов привет да ну и когда это хотел завязать с чем связаны были эти моменты как бы и получается что боксом я занимался 14 лет на протяжении 14 лет она периодически возникает где-то ты устаешь где-то ты не хочешь где-то ты проиграл где-то ты устал это это нормально это я не знаю те люди которые скажут что я никогда не хотел бросить ну не знаю может быть такие и есть но их этих моментов много у меня были моменты когда я помню что ну довольно таки маленький когда я был мальчишка меня зачастую очень часто лупили с тем что я был таким неспортивным ребенком я про тебя говорю что я хорошо учился в школе то есть бокс вообще в принципе бокс и я это что-то было несовместимое я помню у меня был период я по-моему 8 или 9 боев подряд проиграл и я отцу говорю может ты ошибаешься может что-то не то идет мне не надо я проигрываю меня все бьют в чем прикол он говорит потерпи будет у тебя время все нормально и да действительно в 2006 году это был пик моего рассвета когда я я считаю что у каждого ребенка у каждого спортсмена у каждого мужчины есть свое становление в каком-то возрасте и свое становление я считаю что у меня с 2006 года началось вот я в 2006 году помню 36 боев подряд за год провел выиграл все был лучшим боксером в Кемельской области выиграл в Сибирский федеральный округ выиграл два мастерских турнира и проиграл только на финале первенства России нашел до туда то есть вот это был мой рассвет там я почувствовал это все кайф а до этого периода мне было где-то сложно где-то получалось где-то не получалось ну я говорю благодаря отцу где-то он меня заставлял терпеть где-то я сам терпел вот так вот Вась, попробуй протереть камеру еще подсказывают кто это подсказывает ну-ка поставь ну вот я ты мы столько Станислав Рашидович тут наш не присутствует любимый не знаю может нет я не вижу кто смотрит поэтому он так время от времени появляется вот какой период был в твоей карьере что вот именно он переломный что ты как бы пройдя его ты понял что в принципе не добившись своей цели я не уйду был ли такой период знаешь вот когда было очень-очень тяжело ну сборы может быть какой тренировочный спарринг либо бой ну очень-очень тяжело наверное нет такого не было не очень-очень тяжело было ну хотя сейчас начал говорить не вспомнил еще пару периодов ты про Новокузнецк ну и про него тоже было наверное лет 13-14 тяжеловато потом вроде бы больше ну больше как бы ну скорее всего связано с тем что не мог что выиграть ну выиграл там допустим какие-то там первенцы города там первенцы кузбасса я пять раз выигрывал ну все равно чтобы я уже чего-то хотел большего ну потом тяжело-то было вот будучи мастером спорта мне уже было тяжело ты к этому все ведешь а нет подожди вот когда мастером спорта стало что было тяжело что ты имеешь в виду ну произошло было становление уже как взрослого а переход в мужчины да переход в мужчины взрослого боксера то есть как бы я будучи там недавно там юношей молодежи попал во взрослую команду и там мне приходилось довольно-таки сильно выживать то есть нормально так лупили каждый день каждый день меня лупили и я на тренировку каждый день на тренировку ходил как на козырку и я вот сейчас спустя какое-то время все время удивляюсь как я это все выдерживал в том плане что ты каждый день иногда ты где-то боишься иногда ты не хочешь идти на тренировку ты идешь и за всю мою карьеру там один-два раза может быть было я пропустил тренировку по какой-то причине уважительно просто так не было такой ну ты считаешь с точки зрения тренера это правильно когда человек только переходит его сразу под камни подсовывать чтобы он такую школу как многие говорят закалку проходил и наверное я скажу что это правильно я помню занимался в дельфине плаванием четыре года и первый год я занимался у тренера не буду говорить фамилию и первый год я провисел на дорожке я не научился плавать просто то есть тренеры там прыгнули в воду за дорожку ходился целый час провисели потом я перешел через год к сдойме у нас знаменитая тренер была в дельфине может помнишь ее но я не занимался в молоке и она в первый же день меня просто отвела на глубину пять метров толкнула с тумбочки я чувствую что я иду ко дну и понимаю что все на этом моя жизнь закончена и тут она меня палкой спасает и в этот же день я поплыл хотя я занимался водоплаванием и не научился я так понимаю что в большей степени во всех сферах наверное есть большой смысл для мужчины не для девочки там для мужчины отправлять в бомбу пусть выплывает как вариант смотри почему решил завязать с боксом ну как спортсмен ну вот я сейчас по этому поводу иногда задумываюсь в какой-то момент я начал сильно расти то есть я боксировал до 19 лет в 64 килограмма и потом я вырос моментально в 80 килограмм и прошел несколько турниров в 75 килограмм то есть мне довольно таки тяжело пришлось ну в большей степени наверное знаешь может быть мне никто не то что может быть никто-то не поддержал может быть кто-то не подсказал в том плане что у меня как-то знаешь была установка даже взять от моего отца то ты должен стать мастером спорта я сейчас только об этом задумываюсь пообщавшись с тобой посмотрев на другую на жизнь с другой стороны что почему была у меня установка такая почему мне допустим планку не поставили другую допустим не мастер спорта межурованный класс или заслуженный мастер спорта я может быть к этому шел то есть я эту планку в какой-то степени выполнил то есть потом плавно так получилось что я начал устроился тренером работать и ну в этой сфере начал себя больше продвигать там началось у меня судейство то есть жизнь она как бы заигралась и бокс отошел на второй план как-то сам сам собой то есть я даже не знаю сейчас вот мне допустим 32 года но сейчас я уже мало об этом задумываюсь не хочу об этом вспоминать но вот когда мне лет там 27-28 я думал допустим а почему бы вот подвис есть да междуреченский интернет у вас что-то вай-фай лагает там на интернет наговаривали на междуреченском вот мы даже сейчас хорошо меня слышу да мне кажется даже получше мы с собой были не закрывай динамик только подожди но когда мы готовились в москве там бои с бугаенко допустим я помню помнишь я тебе говорю блин я чувствую такую мужскую мощь такую силу и а вот в 21 год когда я там отбоксировал какой-то период я не чувствовал это было знаешь не бокс игра в пятнашки какие-то а сейчас вот именно когда ты такое становление взрослым мужское я чувствую что я могу ударить я чувствую себя уверенность это лет 27-28 только у меня по себе так проявилось ну почему-то так сейчас нет желания выскочить где-то прощальный бой нет у меня всегда была мечта я последний бой к сожалению проиграл нашему Саньке Васильеву двукрадно победителя Европы он меня отлупил у нас здесь на Куюково мне хотелось все время последний бой выиграть но если честно я понимаю что все уже настолько давно далеко ушло уже нет не хочу сам тренируешь сейчас в зал ходишь или сейчас спорт только на картинках только наблюдаешь за спортом вот именно когда я завязал это было настолько вообще просто огромнейшее нежелание ходить на тренировки то есть для меня это тренировки это были в баню сходить в бассейн поплавать в футбол поиграть иногда то есть только ни в коем случае не бокс сейчас время какое-то прошло я соскучился все больше и больше мне к этому тянет и тем более у меня работа такая как бы от нее никуда не денешься то есть я все равно всегда в зале сейчас даже будучи то что сейчас директором работаю все равно у меня за стенкой находятся спортивные залы то есть если у меня есть какое-то время я иду и просто в удовольствие один включаю музыку возьму там погруши побью или еще так просто посижу в зале то есть это атмосфера то есть сейчас в удовольствие бокс сейчас да сейчас вот сейчас у меня сейчас началось удовольствие хотя до этого наверное лет 7-8 было просто апатия полнейшая кто сейчас самый яркий любитель в кузбассе по боксу в кузбассе любитель по боксу ну девушка может быть может мужчина по титулам ну сейчас на коне у нас наша межреческая воспитанница Екатерина Дыгик она в 19-ом году выиграла чемпионат Европы 1922 стала призером чемпионата мира общего 19-40 но подразделение у нас же 19-40 лет все шло к тому что она будет участвовать на олимпиаде в Токио она поехала в Лондон на отборочный турнир и у меня в голове не укладывается до сих пор два дня турнир прошел турнир закрыли а ей достаточно было турчанку выиграть которую она выигрывала и она уже получила бы лицензию то есть как бы сейчас из именитых из самых перспективных это Катя ну и так девушка сейчас Прокопевская Лилия отбаева она тоже чемпионка мира вот где Катя стала третьей ну насколько мне известно она завязала выиграла чемпионат мира и завязала а у нее у нее в весе была ли ну как олимпиада есть в ее весе да 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 она в олимпийском весе и завязала ну есть такая возможность здесь ну я думаю что странно что ты удивляешься на нашем пути жизни сколько талантливых ребят завязывали непонятно с чем ну чтобы завязывали на пике я таких не припомню то есть можно было когда вот ты все выиграл и уже на таком как бы сказать на плата находишься то есть ты уже чемпион мира олимпийский чемпион там или еще что-то и те как бы потеря мотивации тебе что-то новое эмоции надо но у нее потенциал олимпиада к сожалению бывает и на пике у каждого свои тараканы не ну я не спорю это ну это конечно интересно она выступала за за кузбасс на чемпионате да да за прокопец кузбасс вот скажи почему так долго да в принципе недолго вообще олимпийские чемпионы есть в кузбассе почему их нет в чем причина чемпионы мира даже давай вот по мужчинам вот ну получается первый чемпион ну предыдущий чемпион у нас Юрий Арбачаков в 89-ом году был он был чемпионом мира в 89-ом году и сейчас вот с тех пор получается первый чемпион мира Лилия от Баева ну был провал в боксе в кузбассе большой в большей степени я думаю что у нас он был связан с тем что не было составляющей такой как спонсоры поддержка федерации то есть у нас здесь был большой провал сейчас у нас огромнейшие перспективы это благодаря приходу Федяева Михаила Юрьевича то есть компании СДС то есть сейчас у нас есть все возможности на результат главное чтобы кто-то его давал ну к сожалению пошло наоборот другое что жизнь пошла никто ничего не хочет все вот как ты говорил ходят компьютер киберспорт киберспортом чемпионом становится то есть немножко есть пропасть в этом плане но возможности у нас сейчас огромные у нас сейчас на данный момент нам сейчас вся Россия завидует мощнейшая федерация сейчас на данный момент она уже по-моему третий год существует бойцы получают лицензии стипендии ну вот выдающие спортсмены есть ли у них какие-то стоят ли они на зарплатах или все же ну да кто показывает результаты они да стипендии получают от призера первенства страны и выше то есть можно сконцентрироваться на результате уже на своей карьере и не думать на что я прошу завтра я это сейчас постоянно говорю всем своим ребятам я говорю у вас сейчас есть огромнейшая возможность есть большой локомотив огромный поезд с огромной возможностью которая двигается и надо под эту подложку запрыгнуть вступить и будет все у вас хорошо к сожалению мало кто верит а те кто поверят я думаю у них все хорошо даже та же самая Катя Деник у нее слава богу сейчас все довольно таки неплохо с тренерскими кадрами нормально ли обстоят дела вообще вот не только в Междуреченске а в Кузбассе старшее поколение это хорошо новое поколение молодые тренера ребята тренируют ли не уезжают вообще хватает ли тренировок в Кузбассе в Междуреченске конечно там хорошая школа прокопилась а допустим как осенники там я не знаю тапки тайга вот такие вот города на самом деле все очень печально и будет какой-то провал если мы сейчас не решим эту проблему в том плане что молодые ребята все равно как ни крути хотят что-то заработать хотят ездить на хороших машинах на квартиры путешествия но на каком-то этапе тренером сложно заработать заработать можно в любой сфере если ты этим болеешь если ты в этом влюблен ну грубо говоря да допустим как ты можешь тренера заработать ну воспитали лимфийского чемпиона и будет тебе все хорошо в жизни ну ты для этого должен профессионалом быть большим профессионалом ну и какой-то период жизни придется в любом случае потерпеть где-то маленькая зарплата где-то там что-то будет не получаться или даже если ну вырастить какого-то чемпиона парня бойца девушку это должен пройти какой-то период времени а у нас нынешняя молодежь у нас хотят все и сразу поэтому молодых у нас приток очень сейчас довольно-таки тяжелый не знаю как это будет будет провал 100% ну что за пессимистичные прогнозы тогда потому что я сейчас работаю в этой сфере я знаю что вот у нас сейчас в школе вот у нас то есть один настолько молодой парень работает все остальные у нас уже это мой отец там тренеры по боксу по борьбе им за 60 лет то есть они любят это дело они всю жизнь этим занимаются молодых как бы тяжело это привлечь ну вот здесь вот пишут что сейчас хотят тренерами стать с одной стороны соглашусь но это больше фитнес ну как бы это наверное больших городов ну я скажу можно я тут отвечу да да тренерами стать без проблем пусть хоть кто станет надо же хорошим тренером стать с образованием с результатами назвать себя тренером проблем никаких нету возьми мальчишку подержи ему лапы думая что у тебя это получается ну да здесь вот как раз смотри проблема на мой взгляд заключается в том что к чему этот это вопрос или как сказать это предложение что все хотят стать вернее все хотят стать тренером это касаемо Москвы городов миллионников где очень распространены индивидуальные тренировки то есть они учатся лапы держать сам на примитивном уровне и держат лапы уже за индивидуальные тренировки зачастую тренера который ориентирован на спортсмены он не может работать с клиентами ему тяжело это как психологически ну то есть он по психотипу не сходится с клиентами он как бы мучает себя этой работой а вот этот вопрос что все хотят стать тренерами это как раз к тем людям которые быстрее заработают потому что это достаточно халявные деньги ты подержал сейчас лапы я не знаю сколько там в России это стоит но есть я знаю точно что есть тренера в Москве причем это чисто вот выставлены инстаграм тренеры которые могут за 10 то есть я не говорю уже таких профессионалов которые профессионал готовят типа там Бупас там Светлана Андреевна это все равно профессиональные тренера достаточно со своими титулами спортсменами а есть просто интернет проект который инстаграм проект который сделал и вот 10 тысяч практически 150 долларов за тренировку за час работы это причем результата нет это такая вот работа My Weather Style которая чисто ну чтобы в инстаграм выложить и вот таких тренеров их много у нас масса таких тренеров которые там миллионы сотни тысяч подписчиков которые там так лапы держат даже загляденье даже сам начинают завидовать а я знаю что это другая работа а у них результата нет да это это так не работает я согласен это вот я каждый раз перевожу пример вот есть два тренера в Москве ко мне когда спрашивают у меня спрашивают кому ты хочешь пойти о вернее хочу заняться тайским боксом я говорю что ты хочешь спортивный результат там ну как бы стать лучше научиться либо ты хочешь джаз по фан тренироваться то есть тренироваться получать удовольствие чуть попотеть научиться бить если это клиенты это Денису Кашину то есть он умеет работать это его работа и если ты спортсмен там даже взрослый там может по ветеранам ты хочешь где-то побоксировать таких людей вообще не понимаю но их много я это Стасу Макео то есть на мой взгляд здесь ну должна быть четкая такая грань где тренер для спортсменов где тренер для клиентов и тренер должен это понимать но это другой и очень глубокий вопрос скажем так пользуясь случаем Станислав Рашидович тебе огромнейший привет вообще восхищаюсь этим человеком мне такое ощущение что у него он только там чемпионов мира тренирует ну я помню когда мы с тобой первый раз приехали там что-то пару молодых мальчишка девчонка девочка была вот только они записались на следующий год мы с тобой приезжаем они уже чемпионы мира чемпионов России я думаю ну вот Стас Стас очень молодец женский да тайский бокс во-первых сейчас как бы вообще женские бои твое отношение сейчас я тебе как раз раз мы об этом заговорим твое отношение к женскому боксу сейчас оно на просто на таком пике популярности то есть даже что касаемо ММА это тем более что касаемо тайского бокса и вот в боксе как у вас сейчас даже результаты получается что в борьбе девушки показывают результаты что в боксе твое отношение с чем это связано Артем Валерьевич у тебя же рубрика называется 7 вопросов ты уже мне столько вопросов задал на этот вопрос это еще будет продолжаться на этот вопрос как мне ответить когда у меня в школе самый лучший результат показывают девушки вот я тебя спрашиваю ты ж директор ты должен вот так теперь отвечать давай я отвечу так в борьбе мне сложно судить однозначно отвечу как давай отвечу как любитель наверно по боксу ну или как не любитель или профессионал наоборот я очень много смотрю боев в своей жизни очень много то есть когда еду судьей то есть я целый день там их могу судить там по 30 боев в день каждый день то есть мне иногда не очень интересны бои-то мужчин то есть не всегда они интересны а вот когда я был на чемпионате России по женщинам судил ну мне очень мало боев которые у меня вызвали какие-то эмоции только в финале были бои но они были больше интересны по ажиотажу по тому же кто как шел по разным сеткам и кто из них выиграет а сам бокс женский я считаю что он очень несмотребельный и для меня это дико и неинтересно с чем связан такой вот просто пик что занимается столько девушек буквально десять лет назад этого не было я думаю что как бы если в зале бокса Междуреченский или Прокопьевский на Ясной Поляне девушка появлялась то это скорее было ну что-то такое исключение исключение из правил ну мне тут сложно что-то сказать по этому поводу наверное больше девушки сейчас ищут себя больше интересуются разными деятельностями по сравнению с парнями поэтому в тренировочном процессе ты видел наблюдал как у них работа не кажется ли тебе что они больше пашут чем мужчины не кажется не кажется я только несколько тренировок провел и говорю ну по привычке да допустим тренировок там идет идем по стене за сюда десять раз отжались все раз упали там отжимаются парни допустим десять раз присели а девчонки они могут сказать а я не хочу а ты не знаешь что в смысле не хочу то есть парню скажешь не хочешь иди тебя здесь никто не держит она говорит ей так же говоришь не хочешь иди а она говорит а все иди нет тут я не хочу вот это я делать не буду а вот это делаю и ты не знаешь как себя вести ты это поначалу это рассказываешь как это о фитнесе девушек девушек о фитнесе девушек на всех этапах вот у Станислава Рашидыча я такого не заметил в боксе это у нас на всех этапах даже вот чемпионату мира готовились наш тренер рассказывал что вот подходит старший тренер сборной России и говорит делай вот это он говорит я не буду и он не знает что с ней сделать не буду и все а почему не буду не хочу все а что тут делать ну я не я девушек не тренировал и в этом плане не знаю я быстро я быстро быстро передовался я тоже не тренировал там чуть-чуть на какой-то этапе сейчас вот яркие кто вот победитель первенства России есть ли у вас или мужчины какие-то которые боксируют на хорошем уровне междуреченский у тебя непосредственно в школе ну победим именно Россию у нас сейчас нету у нас есть в Междуреческой такая хорошая школа то есть мы проводили первенство Кемеровской области в Междуреческой из десяти весовых категорий семь человек в городе Кузбасса наши с одного зала из них если я не ошибаюсь по-моему у нас шесть человек по-моему сибирский федеральный округ выиграли все были участие и вот Кулак ты его знаешь Сергей он стал призером Кубка России по молодежи Кирилл Сентябрёв тоже он у нас два года подряд становился призером общего первенства России по боксу ну и вот получается там еще Василий Белоусов в восьмерке был то есть победителей России у нас пока не было вот у нас такая команда хорошенькая то есть мы на них надеемся если получится их сохранить они дадут результат обязательно с чем связано что нет мужиков междурельщинские в Узбассе даже взрослого мужика надо кормить это это уже больше не спорт это уже больше работа ему надо предоставлять какие-то условия в первую это образование армия работа питание то есть много факторов подвис немножко у Василий отвис все слышали? да вы боксеры то подвисаете то отвисаете шучу где я пропал? все нет звук был поэтому это просто картинка почему-то грузилась ну это к вай-фаю в России я не знаю сейчас связано с Россией говоришь специально для взрослого боксера для любого вида спорта должны какие-то быть условия чтобы он этим занимался допустим даже в частности если взять меня когда ты спрашивал почему я в 21 год там бросил я не то что бросил я постепенно перешел на третьевскую деятельность которая мне приносила какие-то дивиденды то есть зарплату стабильную у нас получают там ребята допустим там от призера первенца страны какие-то но опять же это тоже не всегда зачастую там большие деньги допустим это степень 4-5 тысяч рублей то есть это если там уровень более серьезный чемпион России конечно они там могут и хорошо зарабатывать то есть все равно взрослому надо себя кормить и у нас таких условий мало и пойти в армию в институт вот мы в Новосибирске у нас был какой-то период что мы наших ведущих спортсменов туда отправляли то есть им закрывали все вопросы с армией все вопросы закрывали с обучением плюс они там жили плюс их там кормили плюс они там занимались их экипировали они ездили по всем сборам то есть у них по большому счету все условия были созданы даже если они не получали какую-то зарплату то по крайней мере они не вкладывались вот здесь вот я их хочу спросить нет ли ну сожаления что приходится отдавать воспитанников то я почему спросил кто сейчас есть и воспитанники то есть и есть хорошие ребята которые у которых большой потенциал вот не жалко ли их отдавать вот многие тренера очень многие я знаю что они удерживают то есть я его воспитал там образом я говорю я у кого кому-то отдам я из него олимпийского чемпиона сделаю но олимпийского чемпиона сделать это надо большие ресурсы это не только тренерский талант и талант самого как бы тренера и спортсмена это большая это амбиции своего мало сыграет тут должна быть большая команда в первую очередь про что я говорю когда мы отдавали сейчас все завидуют нашей федерации у нас есть возможность для этого и конечно когда мы раньше отдавали своих ребят конечно жалко и сейчас конечно мы их уже никуда постараемся не отдавать потому что есть для этого возможность ну сейчас другие давай смотри появляются сейчас победители первенства ну хороший мастер спорта не мастер спорта хороший потенциально юниор вот но ему у него есть все равно как ни крути нужно учиться образование нужно спортивные даже пусть это будет факультет вот как ему быть да тренироваться это хорошо ну зарплаты ну у него есть семья которая тоже ему будет говорить что а вдруг ты не забоксируешь и чем ты тогда будешь вообще заниматься ему ну как бы об образовании ты подумал ну вот и сейчас это все надо смотреть сейчас это все надо смотреть по факту если это звание у нас есть два училища олимпийского резерва в ленинске в ленинске нормальная тема этот период пока ты не определился со своим дальнейшим образованием если тебе другой институт без проблем обозначайся если ты хорошо сдал экзамен сдал ЕГЭ поступай и как бы при каждой студии по большому счету есть тоже спортсмены которым идут навстречу я думаю что это нормально каждый институт не против иметь у себя именитого спортсмена который будет выступать на универсиадах на спортскеадах но институты то сейчас закрываются допустим институты остались я не знаю но у Кузнецких есть нет в Кемерово то ли есть и в Кузне в Кемерово есть ну маленькие города вот как нас ага говори говори наоборот мне кажется они наоборот сейчас больше реабилитируются то есть дети не уезжают учиться ну по большому счету как бы уезжают конечно у нас нет таких сильных институтов и нет у Канси на профессии не конечно уезжают те кто хотят остаться возможность есть остаться ну это в первую очередь если ты хочешь быть результатом здесь все равно нужно быть фанатом и где-то уже не думать а если не получится а если я пойду работать то есть это вот здесь только на своем энтузиазме и фанатизме можно проехать согласен я не думаю что ты когда-то думал что там у тебя что-то не получится и куда-то поступать у тебя была только одна цель стать чемпионом и ты ты есть примеры для подражания тех детей если что-то хотите верьте а вот если бы ты встретился бы чуть раньше может быть я тоже ты мне скажи один вопрос почему такой плохой интернет в России вот это российский это не беда твоего вайфая провайдера но это на самом деле я начинаю замечать что только с Россией когда я разговариваю есть вот подвисает вот так вот вайфай Артем Валерьевич почему ты критикуешь нашу страну в России может быть вайфай плохой у вас а у нас хороший тоже верно ну я разговаривал с Австралией нормально было разговаривал с Испанией тоже нормальным был с Мексикой когда ты с Австралией разговаривал значит просто волна над твоим домом проходила хорошая тоже верно да я не критикую просто ну я говорю о наблюдениях то есть вот замечаю надеюсь не прослушиваюсь не знаю я только-только дня три назад новый роутер поставил я думаю что у меня хороший интернет скажи скажи вот у тебя звезда АИБа есть ты как у судьи международной категории вот и Стас с Москвой нормальным с Москвой было нормально а потом стало тоже плохо вот скажи вот что это звезда АИБа что она дает как она как ее заслужить и вообще это какой от нее толк есть несколько ступеней в судействе то есть там третья вторая первая категория на уровне потом на уровне России получаешься российскую категорию и потом идешь судьями на категории АИБа их три звезды одна звезда то есть это в большей степени ты как бы можешь работать первенство России чемпионаты России и какие-то международные турниры близлежащие две звезды тебе дают возможность обслуживать какие-то континентальные соревнования звезды это чемпионаты мира и Олимпийские игры у тебя есть ли цель получить три звезды и вообще или ты все как бы судейством завязала одной звезды АИБа хватит Сложно по этому поводу что-то сказать цель наверное есть была не скажу что у меня сейчас ее нету есть сложности немножко в жизни поэтому сложно сказать покажет могу только одно по этому поводу сказать мне это очень-очень-очень сильно нравится мне нравится двигаться мне нравится путешествовать мне нравится общаться с разными людьми в разных регионах в разных странах то есть это очень мне нравится больше нравится допустим ну сейчас кто-то меня услышит нежели там сидеть в кабинете с 8 до 5 но это все тоже должно зависеть от ситуации то есть моя сейчас работа которая заключается она стабильная и я такой человек что я наверное больше за стабильность но тебе не кажется что это цель то есть вернее цель стать там судьей с тремя звездами ибо это то же самое что как цель в спорте вот если ты ее не ставишь или как бы ну получится не получится она у тебя и не получится в принципе да могут звезды сложиться и как-то выстрелить но мне кажется те что это тоже нужно ставить цели и будут складываться обстоятельства для этого однозначно согласен и она не только именно вот эта цель она любая цель как в спорте как ты себе нарисуешь картинку то и будет по большому счету но я был уверен что я буду стану все время женой категории на каком-то периоде сейчас я им стал сейчас маленько такой в жизни непонятно не то что как застой я просто сейчас не могу определиться и выбрать приоритеты у меня огромный к этому есть степень монетета и встан я буду не против а если я не стану по максимуму то есть мне зачем какую-то ну я и так получается достиг какого самого почти самого высокого уровня и мне уже не получится поставить ниже получается понимаешь то есть по-любому других вариантов тут нет ниже я себе цель не поставлю тебе не кажется что здесь как раз есть такая же проблема похожая как у тебя со спортивной карьеры что у тебя было вот стать мастером спорта и ты не задумывался там никогда мастера спорта международного класса все действие то же самое я помню мы с тобой общались ну как бы все время сколько мы общались у тебя была цель 5 провайдеру привет передавай ждем пока отвиснешь все отвис ну-ка пошевелись да Василий Сергеевич интернет у вас конечно а ты на вай файе сейчас да попробую вай файе отключить знаешь песню фая нет вай фая не а попробую правда может быть если у тебя безлимитный конечно интернет интернет может быть лучше только не пропади не пропади совсем нет походу связь еще хуже Василий Сергеевич вы слышите да всем сибирякам тоже привет большое нет все таки вай файл лучше вай файл лучше я так и понял смотри и здесь вот сколько мы с тобой общались получается что ты всегда говорил о судье международной категории как о высшей ступени то есть ты никогда не говорил хочу судить олимпийские игры хочу быть вот ну ты меня просто не спрашиваешь как по мне нет ну да извини меня знаешь олимпийским судье мне кажется если бы ты хотел ты бы сразу это сказал это бы звучало ты ни разу то есть я тебя сколько знаю ну десять лет ни разу не было что я хочу судить олимпиаду это по факту понятно что любой судья хочет быть ну посудить на олимпиаде но как цель там я образно говоря буду судить там олимпиаду или я стану то что ты станешь судье международной категории это ты всегда как бы упоминал и говорил я понимал что будешь а вот по поводу судить олимпиады у тебя это было абстрактное такое ну я тебе про что и говорю что сейчас сейчас в какой период я пока себе новые цели не нарисовал не знаю в какую сторону сделать выбор 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 сделан если выбор сделан со стороны судейства то однозначно будет цель только такая сейчас я пока цель эту себе не нарисовал пока не знаю надо все взвестия вдумать хорошо кого выделишь в мировом боксе сейчас за кем смотришь кого нравится наблюдать бокс классический да естественно ну профессионалом бокс ну если не брать вообще всех времен и народов для меня все это Майк Тайсон давай в начале нынешнее время возьмем ну скажем нулевые и десятые годы Толовкин, Ломаченко, Усик и этими людьми я восхищаюсь хорошо прям патриотичный такой патриот СССР ладно из российских тогда выдели чтобы россияне не обиделись Гасиев хорошо давай а на все времена тогда однозначно во все времена даже рядом никто не стоит Майк Тайсон если ну давай тройку назовем всех времен первый Тайсон второй Головкин, третий Ломаченко то есть ты даже на все времена поставишь Головкина и Ломаченко ну да, в какой-то период у меня Головкин наверное был один из самых любимых моих боксеров ну как-то если давай тогда обсудим два последних боя не кажется ли тебе что в последних боях это может с возрастом гена как ни крути ты всегда топ ну топовый боксер но тебе не кажется либо это от возраста либо я не знаю то есть то есть то есть он не перестраивается то есть его последний бой с кем же он был Юрий напомню деревянка деревянка да 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 вот с ним то есть показывает то что по ходу поединка гена не может перестраивать вот если у него есть план на бой он его и представляет да он может называть это биг драма шоу но перестраиваться он ну по поводу Головкина то что перестраивается не перестраивается я наверное не буду выделять мне он больше как бы он мне интересен как как образ как человек как улыбчивый парень воин импонирует больше да как человек в большей степени а то что там перестраивается не перестраивается но он ведет свою линию боя получается в боксе надо то что получается что ты там выдумываешь кого-то удивить нет это хорошо а если не получается ты же должен перестраиваться нет я уверен что но у него с деревянка все получалось получилось ну не скажи там там если разногласия разногласия возьми с Альваресом мое мнение что первый бой он выиграл семь раундов из пяти семь раундов выиграл пять он проиграл а второй бой да он проиграл семь проиграл пять выиграл я с тобой полностью согласен но Альварес смотри Гена не пересурился на моем взгляд то есть Альварес это два разных Альвареса да Альварес он прогрессирует от боя я тут согласен если брать как тактика Альварес конечно если ну можно его выделить но мне он ты же мне спросил кто мне нравится мне Головкин больше нравится хотя как профессионал на данный момент Альварес конечно наверное возможно он даже один из лучших боксеров ну мне не нравится Альварес я не знаю ну не хочу его выделять хотя нет мне интересно именно твой рейтинг давай следующего тогда разберем Ломаченко вот Ломаченко за что тебе нравится ну ты сказал что Гена больше мне нравится потому что он то же самое то же самое это очень такой лучший симпатичный парень их тандем с отцом то есть он вызывает только положительные эмоции это во вторых пахарь этого я какой-то из выпусков твоих смотрел Гильер Моригондо когда они боксировали для меня тоже Гильер Моригондо это я был на каком-то периоде его фанатом в любительской карьере когда он две олимпиады выиграл то есть для меня Гильер Моригондо он Юрий Владимирович он смотрит мы вместе смотрели этот бой это вообще ну для меня классика бокса я в боксе люблю классику это вообще просто не знаю это что-то прям как по учебнику он мне на ногу ну как его просто можно сказать мне даже стыдно деклассировал ну деклассировал сделать а он не сделал вообще абсолютно ничего Гильер Моригондо перепрыгнул через категорию здесь это очень много я понимаю я понимаю я просто не видел один из твоих выпусков когда ты сказал что Гильер Моригондо мне нравится мне Гильер Моригондо у Васи это такого знаешь это стабильный танчик который делает свою работу как я сказал в боксе надо делать то что у тебя получается а не то что там то ли получится или не получится он делает свою работу он работяга он клахарь вот это вызваннейшее наверное уважение ну в тандеме с его отцом и знаешь и как бы наверное больше не в большей степени а в огромной степени играет роль наверное его отец и он олимпийскую подвел в 2008 году по-моему там в финале 4 человека по-моему было то есть он не только на своем сыне сработал он сработал с Усиком с Гвоздиком с работал с этим ну понятно то есть это профессионалы вот почему я их профессионалы своего дела не просто Киева там талант Ригондо наверное это все таки офигенные талантища Вася Ригондо ли не Ленива Вася тут однозначно нельзя никто не скажет что Вася не талант я вообще для меня это дикость я думал что такое не бывает Вася же он же не проиграл ни одного боя в своей жизни проиграл один бой только Селимову на чемпионате мира уже будут ну Селимов насколько ну я посмотрел у Селимов его обыграл ну тот бой который он проиграл ну там у Васи 450 боев грубо говоря и он проиграл один раз только в жизни а это жизнь большая боксерская жизнь ты когда будучи взрослым профессионалом да ты можешь сработать где-то там допустим как Майвезер он подходит в своей работе он 50-0 сделает он к этому ведет а любительская карьера и когда ты ребенок еще то есть у тебя там сегодня живот заболел или ты не выспался или ты в себя не поверил или там мальчишка немного старше на год ну это я никогда в жизни такого не встречал чтобы ни одного боя не проиграть у Васи это феномен он прыгал тем самым мне вот смотри по Васе тогда я скажу тем самым у меня возникает вопрос Филимов не был никогда он был хороший такой качественный сборник но звезд неба особо там не хватало никогда хотя он по-моему был чемпионом мира ну не суть но он не был такой прям звездой звездой и Вася достаточно обыграл тем самым у меня возникают вопросы за эти четырехсот боев это настолько как бы все знаешь удача зачастую тоже ну как бы присутствует я не думаю мы даже когда сдавали экзамен на судью международной категории они нам рассказывали что мы на всех первенствах мира и Европах и на юношеских олимпийских играх Васю они же с детства и он говорит он везде всех выиграл под явным преимуществом он везде всех на голову был выше всегда и он всегда всех выиграл он же все миры все Европы первенства он проиграл только один раз по-моему в Милане если я не ошибаюсь по-моему в Милане я тебе скажу Селимов тоже в порядке Селимов очень хороший был ну и матч реванш конечно Вася его растаскал там не было но здесь другое как раз профессиональная карьера вот когда он заигрывается когда у него начинает бравада когда он в угол подошел и позвал всех там Вася не руй джон Вася действует на своих как бы сказать реакция то есть скорость вот на таких моментах то есть если в Ригонде вот как мы говорим это талант я тебе говорю о своей точке зрения она не да ты не должен ее разделять я просто мышь как беседу и то есть это талант и он ну кошка это как бы знаешь это его работа Вася действует на своих это скорость это где-то вот нет у него ударной мощи вот ты хоть как ни крути естественно он может ударить естественно он может нокаутирить он занимается этим 30 лет он любой человек который бьет один тот же удар он научится его нокаутирить но ударной мощи на один удар как того же Ригона допустим нету ее там или там у Донеро в свое время это первое и второе когда он заигрывается а у Ригондо есть ударная мощь то есть Ригондо да с одного одним ударом у него более четкие удары у Ригондо одним ударом он может так утирить Вася в основном серийный который наслаивает то есть он и большинство у него в печень я не скажу что это стабильный танчик его ну с Ленаресом в бою вот этот пропущенный джеб этот тебе не кажется что тоже это как бы играет роль ну Ленарес не нокаутировал а кто-то посильнее сможет Вася не сбегай от разговора я думал ты убежал от разговора слышно слышно да 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 ну да 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 хотите говорить это бокс тут тут пули летают блен а что у тебя с интернетом у нас все нормально так скажи что Артем Валерьевич, а вот у тебя рубрика называется 7 вопросов ты 7 вопросов задаешь а тебе задают же тоже вопрос да, можешь задать мы с тобой столько много месяцев прожили будучи подготавливать в боях в одной квартире ну согласись все таки мое творчество пение, оно просто зашкалит да, когда мы готовились жили в одной квартире в одном номере оно очень мотивирует я готов был разорвать любого своего соперника, чтобы не слышать больше этого пения ладно, давай крайний вопрос Юрия Арбачакова какую роль он сыграл в твоей жизни и какое влияние он произвел на бокс в Кузбассе слушай, ну я тут наверно тебе скажу, что для меня никакой то есть ты не смотрел в детстве его бои вот нет, не смотрел конечно я их видел эмоционально какого-то фактора для меня он ну я не испытывал от него не считаешь ли ты ну хорошо ты ну у него стиль даже он инфайтер то есть и стиль достаточно популярный такой это как Руслан Проводников там Серега Лепинец то есть такой мексиканский и он достаточно популярный не кажется если бы в тот момент показывали его бои по телевизору то он бы был бы супер суперстар и это скорее всего с этим и связано потому что наверное в моем каком-то эмоциональном плане он не сыграл какую-то роль потому что я в те периоды его просто даже не видел безусловно Юрий Яковлевич это феноменальный человек это суперзвезда и он первый проходит во всем он первый чемпион у нас среди профессионалов у нас в СССР то есть вот конечно это ну был бы может быть какой-то другой период или еще что-то да я как раз говорю бескромный человек то есть до сих пор мы как встречаемся то есть он очень очень скромный человек настолько как бы видать и звезда его оказалась скромной то есть допустим ну если взять например Майвейзер или Макгрегор которые кричат что я суперзвезда если бы он допустим занимался своим имиджем может быть у него что-то было бы ну и больше то есть он всегда все скромно вышел победил ушел то есть как настоящий нормальный боксер ну здесь есть же и люди которые рядом да присутствие которые могут подталкивать и раскручивать этот имидж и здесь это было наследие страны а он был никто о нем не знал это был первый чемпион ты сам сказал в СССР из СССР по профессиональному боксу с постсоветского пространства и о нем никто не знал то есть мы начали смотреть там в конце 90-х уже может быть появились какие-то его бои то есть и до сих пор многие не знают даже не в конце 90-х в конце 90-х у нас даже телевизора не было интернета это наверное даже я скажу в 2000-х может быть да согласен в 2000-х когда мы начали просматривать бои я его если честно бои первые может быть увидел лет 10 назад ну так я и говорю что это не беда ли как раз вот сейчас мы знаем многих героев непонятных допустим даже иностранцев которые в Россию приезжают и становятся легендами а он реально для бокса он как бы перво проходит в профессиональном боксе их и сейчас чемпионов реальных чемпионов мира не так много тем более тех кто свой титул выиграл за границей и потом его несколько раз отставил причем не один не два не пять раз а там по-моему один в защите титул о нем даже профессиональный боксер я думаю со второго раза есть вот сейчас много даже сейчас в наше время время интернета и телевидения сколько чемпионов мира которые мы даже знать не знаем как зовут еще так и это наверное может быть даже в большей степени наше зависит от весовой категории все равно легкую весовую категорию мало раскручивать не всегда но зачастую есть больше приоритет конечно тяжеловеса у нас в боксе это понятно но есть признак ну как бы не признак а такой момент локальности то есть если нету никого другого вот когда был Назим Хамед то есть его он был мелкой весовой категории но его плакаты были висели на небоскребах то есть там они несколько сотен метров то есть ну как бы постарались масштабировать его личность те люди которые развивались его и для ну Кузбасса в то время это герой мировой величины это бы подняло и рейтинг Кузбасса то есть узнаваемость этим надо помимо того что надо бить людей красиво надо этим еще заниматься раскруткой согласен ну здесь наверное и нужные люди должны попасться ну и чтобы эти нужные люди тебя потом не обманули как ты считаешь вот я вчера разговаривал с Михаилом Владимировичем Глоинским с тобой вот как есть ли в любительском боксе такой профсоюз боксеров вот все отстаивают ну я не знаю может в профессиональном боксе потому что вот в баскетболе профессиональном там в футболе есть отстаивать защищать интересы спортсменов но в профессиональном боксе тайском боксе этого нет в основном как бы спортсмен зачастую не читает пока он занимается любимым делом и особо не думает о деньгах он может свою подпись подставить на кучу таких бумаг что потом и душу дьявола окажется окажется что он продал вот не кажется что должны быть какие-то регулирующие органы которые интересы боксеров то боксеру спортсменов единоборств представляют потому что я не говорю что спортсмены всегда правы спортсмены тоже иногда делают такую дичь которую трудно как-то обосновать защитить и вообще дать какое-то разумное объяснение по поводу дичи я тебе скажу как судья международной категории я очень много боев отсудил иногда порой просто бой идет в одну калитку выигрывая допустим красный боксер без сомнения вообще бой односторонний а синий боксер начинает грубо говоря выделывать и говорить да нет меня слышно меня да да это очень часто бывает очень часто а по поводу профсоюзов с приходом сейчас новой федерации бокса России во главе с Кремлем Умаром Назарычем то есть они очень сильно взялись за это дело и по большому счету беспредельное решение их можно протестовать и зачастую как бы последние года которые сейчас идут я вот этого беспредела судейского не встречал как с приходом на какой там этапе был беспредел то есть могли сейчас это все записывается на телефон все снимается на камеры все отправляется в Москву если судейство действительно решение действительно беспредельное беспредельное то бой этот просматривается просматривается комиссия и могут бой переиграть и эту команду судей могут хранить поэтому сейчас все очень жестко здесь я больше задал вопрос по судейству да этот был вопрос но он наверное позже я хотел задать я тебе сказал именно имел ввиду что когда действия менеджеров промоутеров сказывается на контрактах когда ну Тайсон ты не смотри когда он сказал я прочитал контракт а у меня 30 тысяч долларов я платил только за полотенца которые мне поддаются на тренировки вот если и зачастую ты подписал а потом ты не можешь участвовать ни в каких вообще боях если ты разрываешь контракт а ты просто еще спортсмен неопытный ты подписал тебе 18 лет ты занимался любимым делом ты не думал о деньгах не думал ну жизнь так сложилась ты сейчас миллионер но тебя ну обманули я больше к такому к профессиональному спорту веду про то что ты говоришь как себя ведут спортсмены которые там не согласны которые никогда не проигрывают бои это вообще отдельная каста людей которые спортсмены есть такие тренеры у которых никогда никто не проиграл вот я про профессионалов я больше спрашиваю про профессионалов про Юрия Яковлевича Арбача как рассказывали насколько я тоже знаю что его там тоже с контрактами обманули при его титулах при его статусе при его имени он там должен быть долларовый миллионер а он какие-то он увидел там допустим я не знаю не помню как там в Японии какая там денежная единица миллионы там иенов а на самом деле это были копейки и насколько я понял что насколько я слышал что его кинули но это были 90-е годы это все были неопытные сейчас я думаю что на самом деле сейчас более все как бы как назвать научные подкованные опытные подключают если ты на каком-то этапе ты из тебя пока ничего не представляешь тебе там подсунули контракт ты можешь пойти на какие-то условия лишь бы тебя заметили подписать любые гонорары вырваться туда но когда ты туда вырвался я думаю что там уже будет посложнее но дело не в том я сказал тебе здесь именно о профессиональном спорте почему потому что вот такие игровые виды спортов которым большие деньги крутятся да как ни крути там у нас есть миллиардер там Май Уэзер там еще парочку миллионеров там Канелло ну есть другие локальные чемпионы а есть игровые виды спорта футбол хоккей американский футбол где гонорары и деньги платятся есть минимальная оплата для профессионального игрока допустим американский футбол то есть регулирование экономических таких составляющих почему я говорю что спорт это ну единоборство достаточно для голодных и не для всегда и не всегда для хорошо образованных людей а вот менеджеры как раз это и промоутеры это люди которые уже научились считать зная у них есть опыт они имеют образование и как раз они очень хорошо могут сманипулировать спортсменом ладно это очень глубокий ну говори да это проблема уже твоя если ты не разбираешься вот я согласен ну так ты говоришь что ты если там ты не тебя же никому не получилось кинуть или обмануть ты сам в этом тоже компетентен в какие-то хотя бы должен разбираться я согласен но я знаю другие как можно манипулировать в моем случае да не было можно человека подставить разными способами это жизнь там вызывает сильнейший если ты валенок то это твои проблемы ну хорошо Тайсон вот хорошо мы Тайсона знаем а Холифилд Холифилд теоретически заработал ну чуть поменьше но более качественные деньги такие я вот историю Холифилда не знаю если честно всю досконально историю Тайсона знаю как раз про что мы изначально с тобой разговаривали что это и первопроходцы во всем этом бизнесе он тогда был 18-летним мальчишкой это конец 80-х он вообще просто даже не знал что там может быть не миллион а 100 миллионов долларов допустим ничего не изменилось в профессиональном боксе ничего не изменилось это такая система заработка Тайсон был не первопроходец до него был Али Али был ну я про ярких про миллионеров Джо Луис то есть до него Дэмси были те которые получали миллион ситуация не изменилась ситуация не изменилась с точки зрения того что как бы на юных перспективных боксерах можно зарабатывать это да возьми Макгрегора возьми Майвейзера их же никто не обманул они сами маленечко хоть мозгами своими размышляют ну 18-летние грубо возьми Майка Тайсона 20 лет он стал абсолютным чемпионом и ну я его очень понимаю ему на него обрушилось огромные деньги ну для него как бы когда на интересную тему начинаешь отвечать у тебя связь пропадает это слава это слава огромные деньги огромные селетнего обрушилось он просто как бы может быть с этой ситуацией все возьми сейчас того же Майвейзера он же ой не Майвейзера Майвейзера уже не берем возьми Кондор Макгрего он спокойно все разбирается все у него хорошо получается никто его не обманывает подожди история Артем Валерьевич чтобы кулаками еще иногда и думать история Тайсона даже ту которую мы взяли это 10 лет даже возьмем в 86 он выиграл в 96 вот это возьмем что он сквотил там огромные деньги а банкротом он стал и то вообще в нулевых то есть ну пусть в 2005 там годы где-то так плюс-минус то есть это 15 лет с того времени как он стал с большими деньгами Макгрегора ты не бери сюда никак никто не знает как у него жизнь сложится он 3-4 года начал получать эти огромные деньги да сейчас хорошо дальше вокруг него но все еще даже непонятно обманывают ли вы или не обманывают настолько ли он прошел и да хорошо если с тобой рядом есть советники люди которые посчитают как тот же Холифилд говорит у меня все считала семья но они не разбирались и не умели я думал что бухгалтер моя старшая сестра там за это отвечает экономист мама и все и к чему привело что вот то есть его дом который он то ли построил то ли купил без права выкупа у него как бы забрали и он также объявлен банкротом не надо все пускать на самотек надо вникать в свои дела и все ну вникать да но если ты начнешь вникать рано или по чаю больше вникать ты станешь мыслить по-другому зачастую не сможешь уделять столько внимания боксу то есть тебя будут эти проблемы экономические сжирать ты не сможешь это на двух стульях сидеть создавай свою команду у тебя есть возможности есть деньги он же наладил работу огромную опять пропал интернет про кого ты сказал что наладил компанию и начал работать да Василий Сергеевич междуреченский интернет про кого ты сказал что наладил компанию начал работать да Форд Генри Форд а ну ты подожди таких взлетов и падений их куча их можно рассуждать и в футболе и в баскетболе я тебе говорю что регулироваться права должны всех здесь и если понятно то есть ты подразумеваешь что это как естественный отбор что если тебя обманули ты сам в этом виноват это не это позиция это не ну не плохо то есть с твоей точки зрения что обманывать это хорошо то есть получается с моей точки это жизнь кого-то обманывают кого-то не обманывают кого-то получается кого-то не получается ну кто обманул это плохой человек конечно ну так он должен быть наказан мы узкие не обманываем другу другу 2019 да и и лев там классно я тебе скажу больше ладно топ-3 крайний вопрос тренеров в Кузбассе ну ты провокатор ну не топ-3 это твой личный рейтинг ну естественно папа а там еще два я тебе подскажу даже ну подожди мне надо подумать ну давай даже папу не будем брать а вот ну потому что отец в любом случае будет первым не ну подожди ну почему не брать а если он будет он не будет не потому что потому что ни один сейчас на данный момент тренер в Кузбассе не может похвастаться что у него 28-29 раз спорт он воспитал я помню у меня тоже отец когда первые шаги в тренерской деятельности делал ему кто-то подошел ну рассказывал все говорит вот ты что типа лезешь туда куда не знаешь вот ты как бы одного победителя в Кузбассе воспитаем мы потом с тобой поговорим ебать у меня ведет статистику сколько он там воспитал мастеров спорта КМС победителей Кузбасса там Сибири России там сумасшедшие цифры я знаю допустим победителя Кузбасса если у меня их за мою карьеру порядка около тридцати у меня мальчишек выигрывало Кузбасса у Батя там цифра большая то есть если он мастеров спорта он 28 мастеров спорта воспитал у нас сейчас никто этим не может похвастаться почему будем брать топ один это точно мой отец ну и если сейчас даже мой отец воду над тем чтобы воспитать и во мне пытался но как бы он изначально сам видел во мне больше предстатил либо какой-то руководящий должности или судей то есть как бы ну я ему сам обозначался что мне интересно но всю жизнь я не хочу работать он параллельно вырастил своего премника Эльдара Плыва который сейчас каждый год участники страны пройдет в России выигрывает в Сибири вот сейчас первенство Кузбасс проходило 7 человек из 10 большое было по-моему у Кузнецка 2 у Прокопьевска 1 у Кемеров 1 и с Межурицска 7 то есть ну уровень такой как бы на этом этапе вот Эльдара Эльдар тоже он в топе наверное ну это блин такой вопрос жесткий это твой личный рейтинг давай Эльдар из Междуречка давай Прокопьевска одного кого-нибудь выбер ну я хотел продолжать топ у нас есть Федорченко Николай Васильевич у которого самый лучший результат сейчас у него два мастера спорта международных классов один парень очень призер чемпионата России и его племянник у него Катя Дыненко призер чемпионата мира и победитель чемпионата Европы то есть это тоже ну я могу топ закрыть но я патриот если кто-то там меня слушает и со мной не согласен имейте ввиду что то и все-таки это наша школа я там работаю я там вырос и ну к сожалению топ-30 всех с интернетом с интернетом с интернетом ну-ка скажи что-нибудь скажи ничего не скажу вот ты иногда подышаешься не могу понять ну и лагает очень сильно интернет с Прокописка кого-нибудь выделишь выделю с Прокописка выделю двух тренеров на данный момент первый наверное я выделю это Харитонов Игорь Петрович потому что у него два воспитанника ну их на самом деле там не два воспитанника но таких два самых ярких если не брать вашу тайскую Юльку Ельскую она тоже у него занималась если вот взять именно взрослые взрослые Харитонов Харитонов Игорь Петрович у него два воспитанника сын Игорь и Каренов оба мастера спорта международного класса то есть он работает только на результат он знает что хочет ну и Шет Сергей Николаевич он воспитанник у него отца то есть он продолжает как бы школу он кандидат мастера спорта по-моему если я не ошибаюсь он продолжает деятельность моего отца и он такой трудоголик у него тоже результаты довольно такие кстати Алили Айдбаева который чемпионком мира стал это конкретно если честно его воспитанница ну потом на каких-то этапах там сработал Седов и Баргим Гаджиевич уже на финальных а вот изначально я считаю тренер это тот кто знаешь есть есть некоторые тренеры которые сработали в нужное время на результат сделали то что надо а есть тренер который тебя привел который тебя влюбил который вытирал тебе сопли который тебя растил бывали такие там случаи даже если взять меня я допустим 11 лет занимался у папы да то есть он мне от и до выстрел выстрел я приехал заниматься в науку изятых и через месяц стал мастером спорта и там тренеры говорили что вот они за месяц меня мастером спорта сделали как как вы мне за месяц могли мастером спорта сделать да и кто не с Прокопьска не понял Станислав Рашидович спрашивает она не с Прокопьска а кто это ну вернее я думаю что про он может перепутал вот про девочку боксера про которую разговаривали и Кемерову назови двух еще это твой личный рейтинг это не говорит о результатах это вот кто тебе нравится и Лин и Жеребцов боксеров 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 Стас Дынник это девочка с Кемеров которая могла на Олимпиаде сейчас боксировать в Японии А Алтынбаева это Прокопьска она сейчас Айет Баева сейчас она уже второй год два года занимается у Осидова Эмбрагима Адрич два еще раз скажи тренера по боксу по боксу из Кемеров я не могу Ладно три страны назови куда хотел бы поехать и закончим назову с Кемеров давай просто сложно сейчас Ибрагим Гаджич он работает с одной девочкой ну кстати у него два пацанишки тоже появились кстати отобрались на Пьернице России он и педагог и организатор и менеджер и как человек он очень такой достойный и ну наш прославленный Алексей Зубок он сейчас старший тренер как бы в Кемерово переехал работает со сборными командами там у него тоже плеяда пацанов пару мастеров спорта вырастил ну их выделю Ну и давай три страны куда хотел бы поехать ну первое это понятно куда 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 в Майами в Майами это страна это Америка это город в Америке в Майами ну потом наверное Бразилия у меня почему-то так вот на вскидку такие страны такие как Австралия Мексика Бразилия ну давай так вот становлюсь ну штаты само собой Таиланд 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 знаешь насчет насчет Таиланда ты мне его до 7 неба превознес всегда он мне рассказывал что там так классно так офигенно мне действительно там очень сильно понравилось возможно я скажу что я его не распробовал есть такие моменты когда наверное мне все таки по трудно пробовать по по климату не зашел то есть на Пхукете там солнце жесткое было помнишь у меня ухо что-то я оглох здесь как бы в Паттайе душняк был тяжелый как бы я бы хотел если честно еще раз хотел в Таиланд побывать я его не понял с какого раза ты его поймешь мне интересно ну не знаю ты 30 раз он был понятное дело ну надо пожить его всегда мало больше а по климату ты говоришь что египетский ну египетский греческий климат больше средиземноморский я не помню что у меня какие-то проблемы были в Египте в Греции там еще что-то я помню что вот именно в Таиланде вот пару таких моментов было на Пхукете я помню что-то дня три наверное на уху оглох заложило я сначала думал что это в самолете меня заложило потом думал простыло потом так и не понял что это было понял все вася ну все спасибо тебе за интервью я устал спотел и есть вот видите когда с боксерами тайцы разговаривают то есть они даже до нескольких тысяч километров потев ну не волнуйся боксер тайцев меня бьют все понятно все большое спасибо это только ему все большое спасибо тебе за интервью всех благ давайте выходите быстрее сколько ты мне сказал 300 долларов да переведешь на карточку ну все границы пусть быстрее открывают да междуреченск на сплав ну да ну если откроют как как без традиционного сплава ну а сутки уже накачаны так что мы всегда ждем давай не потей все бокс форевер закрывайся я сейчас отключаюсь пользуясь случаем хочу сказать что я стал истинным поклонником кикбоксинга и тайского букса благодаря таким людям как Артем Левин Артем Вахидов Стас Макеев для меня это я рад и благодарю судьбу что я могу не то что кумиров а людьми которыми я восхищаюсь это мои друзья всем большой привет а как он заключается можно завершить эфир на крестик вот так было друзья это был мой друг человек с которым мы тренировались готовились к поединкам он судья международной категории Аиба по боксу он тренер высшей категории по боксу достаточно интересный человек стеснялся и очень плохой у него интернет конечно он не знает что творится с интернетом каждый человек разный каждый человек классный главное чтобы он был интересный поэтому увидимся завтра с новым гостем с новой историей всем спасибо мой дай форевер я не знаю что это это я не знаю Продолжение следует...